Артисты цирка отмечают, что их программа это не шоу, а именно классический спектакль. Акцент Росгосцирк в этой программе делает не на световые эффекты, а на животных и мастерство акробатов и эквилибристов. Воздушные полеты, конно-акробатические ансамбли, эквилибр на лестницах и мотоцикле – все это подготовили артисты. Не отстают от своих коллег по манежу и звери. Дрессированные собаки, медведи и попугай разучили множество интересных номеров. Не обойдется и без нотки юмора от веселых клоунов Санька и Сереги. Но звезды этого цирка, конечно же, гигантские шимпанзе. Эти высокоорганизованные животные, как называет их тренер, будут соревноваться с акробатами, то есть выполнять под куполом цирка те же трюки, что и артисты. Необычность в том, что всегда работают шимпанзе и ассистенты, и больше никого. А тут они работают с большим количеством, уже взрослые практически животные. Там самому старшей группы, самому младшему уже девятый год. И поэтому это необычно, что они с таким большим количеством людей работают, общаются. Летать на трапеции, переворачиваться, делать эльтамарталии с трапеции, из рук в руки. Все то, что делают артисты акробаты, все то, что они тоже самым путем тянут. На манеж выйдет пять шимпанзе. Всего же в Сочи привезли семь животных. Компанию Рамзеса, Казимира, Семена, Марио и Фила разбавляют две девочки, Анфиса и Лиза. Половина из них из Танзании. Но к местным условиям обезьяны уже адаптировались. В таком коллективе они гастролируют целый год. В наш город артисты прибыли прямо из Краснодара. Новогодние спектакли, рассказывает народная артистка России, прошли при полном аншлаге. Отрабатывали и по три-четыре спектакля в день. Маргарита Бреда рассчитывает, что и сочинский зритель высоко оценит программу с участием гигантских шимпанзе. Зритель увидит животных, увидит акробатов, увидит их мастерство и сможет оценить, насколько жив наш советский цирк, который был раньше. Много лет назад Маргарита Бреда также работала с шимпанзе. В наш город она приезжала с премьерой спектакля «Планета обезьян». И вот спустя годы снова Сочи и снова ее любимые животные. Так называемые кузены из джунглей. Шимпанзе народная артистка сравнивает с детьми, поэтому и воспитывает их также по методу кнута и пряника. Кого-то похвалит, а кого-то может пожурить. Для маленького Фила ему всего три года, а сочинское представление станет дебютным. Обезьянки продемонстрировали сочинское гостеприимство. Фила в своем кабинете принял директор сочинского цирка. Здравствуйте, как вы доехали? Дай ручку. Ручку дай. Все хорошо у вас в дороге? Готовы к работе? Будете радовать зрителей своими выступлениями? Так, все. Представление «Гигантские шимпанзе для детей и взрослых» стартует в сочинском цирке с 15 марта. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.